Добрый день, друзья! В этом видео я хотел бы рассказать вам о своем кресле, как ни странно. Казалось бы, при чем тут живопись, но с живописью она связана, можно сказать, напрямую. Я покажу чуть позже, как я его использую иногда в живописи. По сути, почему я решил снять это видео? Я хотел просто поделиться, насколько можно сделать удобным обычное компьютерное кресло в домашнем использовании, в повседневном таком и рабочем использовании. Я работаю в основном на планшетах, когда-то на компьютерах, на ноутбуках работал, но сейчас у меня два рабочих планшета, они вполне заменяют ноутбуки. Так вот, по сути, вот это мое рабочее место. И еще диван. Это кресло, кстати, оно интегрировано с диваном, оно у меня подключено, оно подпитано через электричество, то есть питание все есть. Вот сейчас я потихонечку все об этом вам расскажу. Да, а более подробно там с чертежами вот этой истории будет на моем Boosty канале, заходите, там вы найдете более подробное возможное видео, ну и по крайней мере чертежи, как уже точно сделать, если кто-то загорится этим делом. А повторюсь, это стоит того. Так вот, это обычное компьютерное кресло, точнее оно из разряда таких хороших кресел, я его купил, игровое, как-то на зоне 51, что-то в районе 20-3 тысяч. Почему такое дорогое, более-менее дорогое, оно есть дороже, конечно, просто оно крепкое, оно рассчитан на 150 килограмм и подходит мне по вот этому вылету сидушки. То есть оно у меня достаточно длинные ноги, можно любое другое взять. И из-за чего я именно это взял кресло, плюс, ну, ко всему, у него все степени свободы, там шатается по-всякому, болтается. Вот, здесь достаточно крепкие вот эти вот подлокотники, что важно, потому что к ним и крепится вот это навесное, все вот это оборудование. Так вот, купил я это кресло для, просто чтобы было рабочее кресло рисовать за мольбертом. Крепкое, надежное кресло. И потом автоматически само по себе как-то захотелось сделать столик, к нему же вот такое что-то придумать. Просто для монтажа видео или что-то такого, для, когда немного рабочего стола как такового нет, ну, за ненадобностью. Но иногда нужно что-то вот, чтобы что-то поработать руками или на компьютере, или так вот. Вот, я сначала там думал какие-то деревянные истории сделать, но потом попалась на Алиэкспрессе мне вот такая трубки для клавиатуры, для подключения клавиатуры именно к компьютерному креслу. Правда, оно крепится, должно крепиться к нижней стойке кресла. Я там обрезал лишнее, присверлил, это более удобно, присверлил к вот этой мощной, к мощному держателю подлокотника. Он держит очень много, но там очень толстое железо. Вот, рассчитал так, чтобы оно вот так заходило. Столешницу я вырезал из щита дуба двадцатки. Тяжелая, но держит все. Держит там такие, чуть, может, позже детали покажу, как это сделано, держатель. Сначала я одну купил, такую кучергу, потом вторую для столика бокового, поскольку нужна постоянно всякая там мелочевка. Ну, по крайней мере, вот мне, для чая, я постоянно пью чай какой-нибудь или что-то еще, телефон, там что-то такое. И плюс второй планшет, чтобы он был здесь под рукой. Вот, там что-то иногда помогает, когда два экрана. Вот, к тому же, вот этот столик у меня идет, когда я лежу на диване. Вот прям вот здесь вытаскиваю вторую, кронштейн. Кронштейны тоже ссылки дам в описании на вот эти очень удобные кронштейны. Так вот, два вот этих, как это назовем, приспособления китайских я приспособен для вот этих двух столиков. Сказать удобно, ничего не сказать. Просто я из этого кресла не вылажу, но иногда на диван перелажу, если честно. Перелажу на диване, там какой-нибудь телеграмм читаю или что-то. Да и видео можно резать с помощью вот этого, как его, крепления. Кстати, здесь у меня, как я уже сказал, подведено электричество. То есть, вот здесь, собственно, блок, мощный блок зарядного. Тут 220 аккуратненько подведено в резетку, вот если видите. Вот, а здесь на магнитиках у меня питание. То есть, планшеты всегда подзапитаны. Так вот, очень удобно. Кресло, все степени свободы. Тут подголовники все есть. Там вот эта вот история под поясницу. Качается вместе. Извиняюсь за вид дурацкий. Но, как бы, вот, можно покачаться, застопорить, вот прям вот так работать. Может, там, не знаю, вот так прям ложится все вот это. Вот вся история ложится. Крутится, вертится. Ну, знаете, компьютерные современные кресла, они очень удобны для... Ты не устаешь. Ты не успеваешь за день устать в этом кресле, как ни странно. Иногда чуть-чуть поясница, там, не поясница, точнее, ниже поясница что-нибудь там заболит. Встанешь, разомнешься, да и... А когда сил нет, так и полежать. Очень удобно, повторюсь, вот прям ты ложишься. Тут все степени свободы. Вот, ты можешь вот так, что-то вот ногу на ногу вот так закинул. Вот так читаешь или что-то делаешь. Так же вот тут, чтобы видео не затягивать, здесь будет просто такой поверхностный. В Boosty канале будет все по мелочам. Я прям сегодня сниму подробное видео с размерами. И по мелочам, как я что подключил, как сделал даже вот тут дополнение. Вот таких, такой кронштейн, он продается на Алиэкспресс, но он не очень работает без мелкой доработки. Тут не все степени свободы. Сейчас вот с этой доработкой здесь один болтик нужно поставить. Это я в Boosty канале подробнее расскажу. Теперь все степени свободы. То есть абсолютно все степени свободы. Ты, как бы, ну, свободен полностью от всего. Вот, все подпитано. Тут даже для телефона есть какой-то проводок. Вот. А, да, про живопись. Как он связан с живописью. Разумеется, вот это все можно снять, вынуть провода. Две, полминуты вынимаешь провода, и вот это все снимается. Раз снялось. Вот, сейчас я вам покажу. Ой. Да. Раз снялось. Точно так же ты снял вот этот блок вместе со столом. А, секундочку. Раз. Вот. Снял. У тебя просто стул, если ты хочешь порисовать, ну, можно электричество еще отключить, просто сидя за мольбертом. Там выше, ниже он поднимается. Вот. Как бы обычный стол, но вот эти две трубы остаются. Как я еще использую в живописи это кресло. Так вот, сделал я вот такое приспособление, буквально за час, наверное, сделал из старого. Был какой-то мольбертик у меня маленький такой, выносной, легонький. Просто вот эту деталь взял, вот с этой деталью, и сделал под размер вот этого крепления, оно пружинное. Выпилил досочку, приклеил здесь досочка. Вот. Вот как это работает. Так, какую-нибудь картинку возьму. Вот так ставится. На вот эти, как их называют, подлокотники. Они очень крепкие и надежные. У них тоже степени свободы там всякие есть. Туда-сюда, в разные стороны, по высоте. Вот. Тут получается, что сам смысл вот этой истории, не сам смысл, а почему она крепкая такая. Поскольку вот здесь одна точка упоры на шаровом креплении, крепится все это вот сюда. А вот так становишь, вот сюда упирается, здесь еще две. Получается три точки опоры. Очень крепко, очень надежно, ничего не болтается. Ну, кроме вот этих, они болтаются, поскольку они все-таки длинные. Вот. С этим, почему это удобно? То есть, это полноценный как бы стол. Конечно, он такой подвижный, мобильный. Может быть, какие-то минусы в этом есть, но больше плюсов. Вот. Так вот, пристроили мы вот эту штуку. Вот так я сделал. Вот так вот я поставил. Вот что у меня получилось. Примерно вот так я это делаю. Разумеется, застилаю пленочкой вот эту вот столешницу, чтобы не мазалось. Референс постоянно подключенный, если вы работаете с планшетом, удобно, достаточно. Палитра, красочки под рукой, все у окна. Светло, видно, можно углы менять, углы освещения немножко. Вот. Очень удобно работать с мелочевкой, с прописью. Особенно, если мой масштабель использовать. Плюс локоть можно поставить. И, по сути, у тебя закрепленное такое очень фиксированное положение. Просто идеальное для работы. Для работы с мелочью. Поработал, отодвинулся, отодвинул весь стол, посмотрел, немножко отдохнул, сходил куда-то. Так что вот так. Также можно работать, использовать вот эту вот конструкцию. Вот так рисовать миниатюры намного удобнее, чем за холостом. У меня достаточно удобный вот этот мольберт. Но вот это, такое рисование, не сравнится по удобству с этим. Ты подкатился к окошку, ты здесь посмотрел, ты отодвинул, глянул подальше. Ты вот, ну, степени, практически все степени свободы. Так что вот такое видео. Переходите на Бусти канал, там будет все максимально подробно разжевано. Подписывайтесь. Всего хорошего. Счастливо.